Приветствую всех на своем канале. Рецептов кимчи так много. И один из них из баклажанов, который бесспорно заслуживает особого внимания. Кади собаги. Квашеные фаршированные баклажаны. Выбираем баклажаны длинные и желательно без семян. Хорошо помыла я их и режу баклажан пополам. Затем делаю разрез сверху вниз посередине, но не довожу ножом до конца, оставляю снизу, не разрезанным на 1 см примерно. Складываю баклажаны на листе пароварки. Пропаренные баклажаны получаются более вкусными и так они меньше вбирают жидкость. Но если нет пароварки, то можно отварить слегка на воде. Делаю начинку кимчан. Редьку дайкон режу станком тонко соломку, также натираю и морковь. Красный болгарский перец режу на небольшие кусочки и кладу в стационарный блендер. Также режу лук репчатый и тоже кладу в блендер. Яблоко я очистила от кожуры и семян и тоже кладу в блендер. Ну и напоследок кидаю туда очищенный чеснок и заливаю немного холодную воду. Измельчаю несколько секунд и выливаю готовую жидкость на протертую морковь и редьку. Режу мелко стручковый перец и зеленый лук. Режу длиной 3-4 сантиметра. Кладу в начинку красный молотый перец, сахар тростниковый, жареные кунжутные семена и сливовый сироп. Если нет сиропа, то можно чуть-чуть добавить мед. Добавляю начинку мелкие соленые креветки и солю по вкусу. Все перемешиваю хорошо. Соленые креветки можно заменить любым рыбным, устричным, креветочным соусом. Пробую начинку кимчан. Получилось ну очень вкусно. Должно быть слегка солоноватым, так как баклажаны пресные, а они хорошо впитывают соль. В это время баклажаны хорошо пропарились. Остужаю полностью. Затем беру баклажан, слегка раскрываю и кладу в него начинку. Хорошо распределяю ее внутри. Закрываю начинку полностью, слегка прижимая баклажан и сверху тоже промазываю начинкой равномерно. Вот так начинила все баклажаны. Складываю плотно в контейнер для хранения продуктов. Сверху выливаю остатки жидкости от начинки. Закрываю крышку и оставляю на кухне на 5-6 часов. Затем убираю в холодильник. Хранятся такие баклажаны несколько недель, но правда съедаются они гораздо быстрее. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если это видео было полезным для вас. С вами была Наталья. Пока-пока!